Друзья, всех приветствую на наш новый формат обзора рынков, 10-минутный, довольно короткий и краткий, чтобы вы не устали и за это время мы будем обсуждать, рассказать, посмотреть, какие есть потенциалы движения для дей-трейдеров в течение дня, с какими активами можно работать и в связи с какими, с каким новостным фоном могут произойти в спелеске на рынках, какие ожидания, в какую сторону могут направляться некоторые активы. Форекс-активы также, по чуть-чуть вон в рынок тоже затронет. Для начала, как обычно, для того, чтобы мы могли оперативненько все это осуществить, смотрим на календарь экономической сегодняшней. Довольно много достаточно важных новостей сегодня будут выходить и по рынку нефти, и также по рынку труда США, но все это начинается с релизов по деловой активности в Великобритании, которые немножко разочаровывающие. Это один момент в 11.30 по МСК. А второй момент, релизы по рынку труда США, которые сегодня выйдут, они относительно хорошие, но имейте в виду, что тренд в рынке труда по занятости относительно уже снижаются. То есть в целом лучше предыдущих результатов, лучше прогнозы даже иногда говорят, исходя из последних релизов. Но в целом она может пойти уже на понижение. Но это опять же средний срок. То есть мы это пока еще не затронем. Но в целом есть такой довольно хороший фон для доллара, плохой фон для фунта относительно календарю. Дальше индекс менеджера по снабжению. АСМ тоже довольно важная. И как мы видим, она тоже позитивная. То есть позитивный доллар продолжается. И запасы нефти, к сожалению, дефицит, она уменьшается. То есть увеличивается профицит. Имеется в виду запасы нефти увеличиваются. Это имеется в виду в Америке. Тоже влияет на своему на ценообразование нефти. Но технически сейчас разберем активы, посмотрим на самом деле, в каком диапазоне они торгуются. И со вчерашнего обзора, кстати, какие движения произошли, оправдались ли наши ожидания. По поводу рынков. Индекс доллара быстренько разберем, друзья. Поскольку от его амплитуды зависит многое на рынке Форекса. И также он дает нам некоторые намеки по инфляции, по состоянию цены нефти и даже по золоту. По факту они все взаимосвязаны в определенной степени. Если помните, с прошлого раза мы говорили об одной точке, довольно очень важной. Вот по поводу этой поддержки, которая протестировалась несколько раз исторически. И с прошлого, со вчерашнего раза тоже по факту оно протестировалось и привело к тому, что цена развернулась вверх. Друзья, тут есть немножко такая неопределенность. Может ли еще раз его протестнуть? Может ли пройти ниже доллар? Исходя из фона, который существует, наверное, нет. Нет, с другой стороны. Посмотрим на индекс S&P, фондовый индекс. И видим, что S&P тоже находится на вершине рынка. Корреляция обратная, верно? Верно. Тут накопление энергии идет, но, к сожалению, такое накопление, как, например, в виде даже флага, который здесь, или в виде такого сужающегося, такого, то есть клина, восходящего на вершине. Это, кстати, довольно очень хорошие паттерны, которые гласят о развороте тренда. С одной стороны, ампитуда тоже не очень радует. В целом, в средний срок говорят, что рынок фондовый может расти. Но в данном случае, для сегодня, для сейчас, исходя из ситуации, которую мы видим, я думаю, что навряд ли цена сможет расти дальше. Но, опять же, это все не рекомендация, а просто мнение. Имейте в виду, что, несмотря на все это, восходящий импульс S&P 500 или же нисходящий импульс доллара, это вероятная вещь. То есть, может ложно протестироваться еще раз дно вот этого поддержки, вот этой поддержки, 91. 80 может ретестнуться по доллару. И, конечно же, это имеется в виду и ретест вершины по S&P 500, 4 420 приблизительно, да, или 30. 4 430. Вот. То есть, ретест вот этих отметок, да. Исходя из этого, то есть, опасения, есть вот диапазон риска, который мы уже определили для сегодняшнего дня. Посмотрим в еврозоне, в общем, в целом, все более или менее спокойно и хорошо. Да, есть опасения, которые в середине сроки могут оказаться по поводу развития дельта варианта, могут оказаться на ценообразовании евро и также фондового рынка Европы. Но это все пока еще рано об этом говорить. В диапазоне довольно хорошем она продолжает сужаться, то есть, цена по факту консолидируется. Но, опять же, мы недавно отбились от исторической поддержки, от довольно такой исторической логальной поддержки. И это уже хорошая новость евро. К тому же, отбиваемся от нижней границы вот этого боковика. Это тоже довольно хорошая новость. Имейте в виду, еще раз, вот тот диапазон риска, который мы определили. Ну, по поводу нисходящего импульса доллара и восходящего импульса S&P. Тут выражается в чем? В том, что цена по факту может ретестнуть максимумы. И вот этот восходящий импульс как раз есть по тренду нынешнего движения, которое происходит по евро. И по фунту ситуация приблизительно так же. В рамках данного канала цена пока еще двигается. Есть диапазон, точнее, уровень очень сильный, довольно психологический 1.4, который при его ретесте, особенно если это будет импульсивный ретест, то есть одной большой свечой произойти, то это может оказаться сигналом разворота. К этому тоже нужно обратить внимание. Австралия и Новозелландец тоже, мы их берем с прямой корреляцией с фундаментами к США, поскольку они тоже против доллара в данном случае. И мы видим, что они тестируют уже вершину. В целом доллар может ли развернуться и в средней 40 начинать рост? Да, есть такая возможность. И в целом в рамках данного канала, данных каналов в данном случае тоже есть такой сигнал. Но опять же, это все будет зависеть от того, какие будут решения ФРС в ближайшее время. В выступлении их не планируется, значит мы по этому тренду будем думать, будем смотреть, будем торговать. По поводу австралийца, новозеландца, ситуация тоже такая же, то есть с верхней границы данного канала. Мы отбиваемся, наверное, скоро. Но, конечно же, не исключаем вероятность ретеста вот этих в ближайшее время. То есть это вот самая ближайшая спекуляция, о которой мы опасаемся. Вот ту зону риска, о которой мы говорим. Да, восходящий импульс S&P, нисходящий импульс доллара. Еще раз покажу, где он вот здесь. То есть где-то досюда. И это все может отображаться именно в таком виде. То есть восходящий импульс австралийца, нерзранца до вот этих отметок, до 0,7140. И австралица тоже где-то приблизительно до отметок 0,7420. Вот. И по поводу золота, друзья, консолидация продолжается. И есть довольно хорошее поджатие к данной отметке. Отметка, которая прямо сейчас тестируется. И, как мы видим, по факту сигналов разворотных тут нет. Тренд восходящий по факту. И относительно от довольно такого восходящего канала. Кстати, цена относительно отбивается. То есть вверх. И в случае, если что, несмотря на все это, мы зону риска определяем от отметки 1,800 до очень хорошая отметка. О которой, кстати, на предыдущих наших обзорах тоже говорили. По нефти у нас 72 была, по золоту 1,800. Вот 1,800 может еще раз притескнуться. Но стопкам президента, который сейчас и здесь, по факту, если есть такое опасение фундаментальное у кого-либо, исходя из системы торговли, то по факту можно лимитный где-то вот сюда ставить и таким образом уменьшить расстояние стопы. То есть размер стопы. Для того, чтобы можно было лучше войти. Но в данном случае сейчас смотрится очень довольно по восходящему. То есть сам тренд. Конечно же для доллар-иена и доллар-франка это имеется в виду дальнейшее и нисходящее движение. Но и данное поджатие и сужение к верхней границе канала для доллар-швейцарец может на самом деле завершиться последующим спадом. И тут по поводу доллар-японец тоже по факту они в рамках определенного канала двигаются. И относительно линия тренда тоже, которая здесь, может ретестнуться. То есть опять же нужно дождаться сегодняшних выходов по рынку труда США. Если они будут позитивны, если они будут повлиять, то они скорее всего создадут восходящий импульс. Или же сделают вот этот разворот от ближайших минимумов, которые здесь. То есть может и не прорвется вот эта поддержка по факту. Поэтому необходимо обращать на это внимание. Тот импульс исходящий, о котором мы говорили, о котором мы говорим, вот эта зона риска, она просто должна быть у нас в головах, у нас в системе учитываться. Почему? Потому что на рынках может случиться всякое и в любое время. И рынок нефти тоже, кстати, очень довольно хорошо развернулся от отметок 69-60. Или же если мы говорим, это психологическая отметка 70. И скорее всего может немножко пока притормозить с спадом. Но необходимо обращать внимание, что сегодняшние данные не за дальнейшего роста нефти. И в целом вот это поджатие, которое здесь тоже может перенести еще один глубокий спад. То есть приблизительно, чтобы не соврать, нужно тут разобрать конкретно, какая амплитуда цены и приблизительный диапазон, который он может ретестнуть в течение данного периода времени. Довольно сильное сужение, поэтому по поводу дальнейшего спада необходимо быть немножко осторожным. То есть может он быть не таким уж и глубоким, может он просто войдет в консолидацию. Точнее цена может просто войти в консолидацию на определенное время. Конечно же для USDCAD это будет не очень хорошо. Это приводит к тому, что по факту снижение будет уже не таким сильным. Но и цена может отбиваться вверх. С другой стороны в случае, если будет снижение по нефти по факту, точнее рост доллара, будет не таким уже метким. Но опять же от данной длини трендов вероятно сразу ворота довольно большая. То есть мы можем его получить. Зона риска довольно тоже такая красивая, хорошая, маленькая, но приблизительно, да, то есть относительно 100 пунктов. И зона, относительно зона профита, который нам дает у нас есть, тоже довольно неплохая. Друзья, спасибо, что посмотрели. Если будут, конечно же, у вас вопросы, или же, точнее, не можете их комментировать ниже в видео, задавайте вопросы. И надеюсь, что он был вам полезен. До следующего эфира, друзья. Всем хорошая торговля. И пока-пока.